Здравствуйте, сладенькие булочки с корицей. Я знаю, что вы очень хотите, чтобы в неделю выходило по несколько глав мертвых цветов, и поэтому я дам вам такой шанс. Если вы соберете тысячу лайков под последней вышедшей главой, то в этот же момент выйдет следующая глава. Также она будет продолжать выходить по расписанию. Поэтому, если вы хотите ускорить выход фанфика, то обязательно оставляйте лайк, пишите комментарии, так как это очень сильно помогает в продвижении канала по алгоритмам Ютуба. И слушайте до конца и наслаждайтесь. Приятного прослушивания. Мертвые цветы. Автор – писатель снов. Глава 28. Сладкая ночь любви. Если лечь на берег океана и закрыть глаза, то можно умереть от счастья, но все предпочитают жить. New curtains. Тихен регулярно заглядывал в спальню, но каждый раз видел одну и ту же картину. В куче одеяла, раскинувшись на широкой постели, Чунгук крепко спал, не подавая никаких признаков жизни. Прошли почти сутки, он все не просыпался, и это начинало беспокоить. Те никуда не выходил из квартиры. Выключил все телефоны и домофон, чтобы ничто не могло потревожить сон младшего. Он бережно оберегал его покой на протяжении 18 часов, но когда часы показали почти пять вечера, а Гук так сам и не проснулся, Винни выдержал и позвонил Джину, чтобы посоветоваться, что же лучше делать дальше. Хен, ты уверен, что это нормально? Он спит, как убитый. Тихен мерил шагами квартиру, сжимая в руках телефон и внимательно вслушиваясь в слова собеседника. Пора бы ему уже проснуться. Не переживай, это сильное снотворное. Он же пережил огромный стресс, ему нужно восстановить силы. Ким на том конце провода шуршал чем-то напоминающим оберточную бумагу, и голос его звучал так уверенно, будто он знал, о чем говорит. Это немного успокоило Ви. Но в принципе, я думаю, он должен был уже выспаться. Если так беспокоишься, можешь его разбудить. Думаю, ему не помешает свежий воздух. Хочу его на прогулку свозить. Это отличная идея. Сейчас Чунгука лучше не оставлять одного. Отвлеки его чем-нибудь. Подними настроение и будь все время рядом. Тихен закивал головой в знак согласия, но только спустя пару секунд понял, что собеседник его сейчас не видит. Ам, да, не переживай. Я как следует позабочусь о нем. Бринет встал с дивана и уже направился в сторону спальни, намереваясь, наконец, разбудить парня. Не забудь, что послезавтра день рождения Хасока. Мы собираемся все вместе и отпразднуем. Думаю, это отличная возможность поднять Чунгуку настроение. Я сделаю все для того, чтобы он смог хорошо провести время с братом. Нам всем стоит немного развлечься. Тихен не мог дождаться, когда же наступит этот день, потому что видел в нем какое-то спасение. Будто именно в день рождения Хоупа все проблемы испарятся, и Гук станет обычным подростком без глубоких шрамов на душе. Спасибо, Джан, ты очень помог. Звони, если что. Тот сбросил звонок первым, и в телефоне послышались гудки. Тес прятал айфон в кармане и замер у двери, не решаясь войти внутрь и побеспокоить сон младшего. Сейчас Чунгук казался уязвимым, как никогда прежде. Будто одно неловкое движение может разрушить все. Вит приоткрыл дверь и тихо зашел внутрь, погружаясь во мрак собственной спальни. Шторы, как всегда, плотно закрыты, на тумбочке часы с красной подсветкой, как единственный маленький источник света, а на кровати тихо сопит Гук, крепко обнимая подушки и путаясь в одеялах. Тихен подошел к краю постели и опустился, пытаясь двигаться бесшумно. Он подпер голову рукой и наблюдал за сладко спящим подростком, чувствуя, как внутри разрастается уже привычное чувство нежности. Ресницы юноши подрагивали, было слышно его ровное дыхание, и Т совсем не хотел нарушать этот покой, но разбудить пар не надо. Ви протянул руку и смахнул челку с олба младшего, недовольно кидая взгляд на маленький шрам на щеке. Чунгуки, пора вставать. Тихо прошептал Тихен, наклоняясь и оставляя легкий поцелуй в уголке губ. Подросток тут же отреагировал, облизнув место поцелуя и случайно задев кончиком языка губы, не успевшего отодвинуться Тихена. Еще минутку. Неразборчиво пробормотал Чун, хватаясь за край одеяла и натягивая его выше на голову. Теперь видно было только макушку и копну волос. Тихен осмехнулся и пропустил через пальцы мягкие пряди, чувствуя сладкий запах шампуня. Малыш, ты уже и так долго спишь. Ви заметил какие-то движения под одеялом, а затем наружу все-таки выглянула сонная мордашка Гука. Тот чурился и причмокивал, чувствуя жажду после долгого сна. Сколько времени? Привычно мягкий голос сейчас был немного хриплым, но причиной тому был даже не долгий сон, а скорее травмы на шее, которые даже в полумраке комнаты можно было отчетливо разглядеть. Пять вечера. Ты спал почти сутки. Тихен расслабленно опустился на подушку, не сводя глаз сонного подростка и ловя себе на мысли, что Гук идеально смотрится в его постели. Выспался. Я хочу еще. Юноша вновь закрыл глаза, подтягиваясь и громко зевая. Хё! Пробормотал Ченгук, подвигаясь ближе и закидывая ногу на Ви, руками крепко обнимая того за пояс. Это что за нервности такие? Ким тут же положил ладонь на оголенное бедро подростка, чувствуя под подушечками пальцев бархатистую кожу и медленно ведя рукой вверх, пока не ощутил край белья. Эта маленькая преграда напомнила парню, что он ставит свои желания выше здоровья Ченгука. «Мелкому сейчас надо восстанавливаться после травм и как можно больше отдыхать». Тэхён тут же убрал руку, поднимая ее выше на талию и укрывая их обоих одеялом. Ченг, кажется, даже не заметил этих хитрых манипуляций, все еще тихо дремля на груди Ви, не желая просыпаться. «Ченгук, даже не надейся, что я дам тебе поспать еще хоть минуту». «Ты так жесток!» Не открывая глаза, пробормотал младший, надеясь, что Тэхён жалится и даст ему еще часок поваляться в кровати. «Им ведь все равно некуда спешить». «Малыш, ты под действием лекарств, поэтому так тяжело проснуться. Но оставаться здесь вечно нельзя, так что поднимай попку, дуй вон умываться и на кухню. Я буду кормить тебя». Тэхён начал ворочаться, пытаясь выбраться из удушающих объятий подростка. Однако это оказалось не так просто. Гук обвил его руками и ногами и никак не желал отпускать. «А чем ты будешь меня кормить?» Он поднял голову с подушки, немного приободрившись, и тут же при упоминании еды по комнате раздался глухой звук урчания из живота. «Я приготовил твои любимые оладьи». «Ты? Оладьи?» Удивленно воскликнул Гук, наконец окончательно просыпаясь и принимая сидячее положение. Футболка Тэхёна, в которой он спал, задралась, открывая вид на нижнее белье и красивые ноги. Ви закусил губу и поспешно вскочил с кровати, пользуясь возможностью. «Хён, ты с яичницей плохо справляешься. Какие оладьи?» «Ещё слава и будешь ходить голодным. У тебя пять минут». Не оставляя мелкому права выбора, Тэхён выскочил в коридор, закрывая за собой дверь и оставляя подростка одного в спальне. Чунгук упал обратно на подушке и мучительно заскулил, отказываясь ползать в такой тёплой, уютно сладко пахнущей Хёном кровати. Зачем ему выходить в этот жестокий мир, если можно провести всю жизнь здесь? Ви будет кормить его оладушками и обнимать во сне. Это было бы идеально. Но Шум с кухни говорил о том, что там вовсю готовится еда, и не выйти поесть было бы как минимум грубо. Тэхён ведь старается. Чунг с болезненными стонами встал на ноги и поплёлся к ванной, не решаясь включить свет. Он стоял в полумраке комнаты, зная, что напротив висит зеркало, и стоит ему нажать на кнопку выключателя, как в глаза бросятся яркие признаки того, что случилось вчера. Он бы принял душ в темноте, но с его удачей он точно упадёт, так что включил подсветку и не сдержал тихого вздоха, испугавшись своего отражения. Шея была в ужасном состоянии и вся покрыта сине-фиолетовыми гематомами, лицо немного оттекло, и возле бровей глаза запеклась кровь. Чунгук пытался не думать о том, кто ему оставил эту красоту на лице. Он как мог подавлял в себе воспоминания и глубоко дышал, не давая панике вернуться. Вместо этого быстро ополоснул лицо и, не желая больше оставаться наедине с самим собой, выскочил из ванной комнаты. Душ он примет после того, как поест. С кухни доносились музыка и тихие ругательства Тэхёна, когда у него что-то не получалось. Вообще-то в целом Ви возле плиты смотрелся очень непривычно. Он испачкался в муке и, не сразу заметив вошедшего Гука, пытался перевернуть Оландии. «А я думал, ты будешь в милом фарточке!» Мелкий тихо засмеялся, не упуская возможности подшутить. «А ты таким смелым стал, что дерзишь своему Хену!» Ви отложил в сторону лопатку и направился к Чунгуку, замечая, как тот тут же растерялся и перестал смеяться. На синяки и ссадины он пытался даже не смотреть, хотел спросить, как Гук себя чувствует, но решил не поднимать эту тему и делать вид, что у них всё хорошо. Возможно, игнорировать проблему неправильно, но сейчас не та обстановка, чтобы говорить о случившемся. «Я же пошутил!» Стал оправдываться юноша, упираясь спиной в шкафчике и понимая, что он в ловушке. Тэй медленно подошёл вплотную, слегка наваливаясь корпусом на младшего и крепко обнимая его за талию, чувствуя изгибы красивого тела под тонкой тканью футболки. «С тебя штрафная поцелуй!» Прямо в губы прошептал Ви, оставляя между их лицами всего пару миллиметров. Чунгук встал на носочки, потянулся и, обняв Хюна за шею, прижался губами, чувствуя, как Тэй улыбается и отвечает, затягивая его в медленный сладкий поцелуй. Хюн был на вкус, как крепкий кофе, ведь за последние сутки пил его без остановки. Он жадно прижимал к себе тело юноши, как изголодавшийся. «У тебя, кажется, что-то горит!» Тихо пробормотал Чунгук, немного отстраняясь и потягивая воздухом нос. «Чёрт!» Ви отпустил младшего из крепких объятий, возвращаясь к плите. «Ты чувствуешь уровень собственной важности? Ты первый человек, которому я готовлю!» Признался парень, выкладывая на тарелку последнюю порцию оладушек. «Я только в этом первый!» Зачем-то спросил Гук, с удовольствием забирая тарелку с едой и хватая со стола ягодный сироп. «Нет, ты во многом стал у меня первым!» Почему-то это прозвучало, как какое-то откровенное признание, и на секунду парни встретились взглядами, чувствуя, как много смысла вложено в эти слова. Тихен хотел сказать, «Ты первый, с кем я по-настоящему счастлив!» «Ты первый, кого я полюбил!» «Ты первый, ради кого я готов жить!» «Ты первый, с кем я вижу будущее!» Но он промолчал. Наверное, Чунгук и сам знает это. «Яши, поедем прогуляемся!» «Куду!» С набитым ртом пробормотал Чон. «Тебе понравится!» Не оборачиваясь, воскликнул Т, выходя из кухни. Теплый песок приятно ласкал ступни юноши, пока тот радостно бежал вдоль берега, оставив свою обувь и тихена где-то позади, возле причала. Чунгук громко смеялся, чувствуя, как грудь переполняет щемящее чувство радости, а приятные воспоминания выталкивают из головы мысли обо всем, что случилось вчера. Он игнорировал боль в теле и продолжал бежать, хотя ноги утопали в песке, и с каждой минутой усталость накатывала все с большей силой, как приливы возле берега. Игнорируя боль в горле, он громко закричал, ощущая, как вместе с чувством легкости и раскованности уходит тревога. Глаза заслезились, но он не знал, это от горя, которое он пытается отпустить, или от счастья, что снова здесь. Внутри, возле сердца, больно закололо, но он продолжал кричать, чувствуя, как становится легче. Это был крик отчаяния, попытка выпустить пар и внушить себе, что он будет в порядке. Он это переживет. Подросток бежал со всех ног, сам не зная, зачем и куда, пока ноги не подкосились. Он рухнул на песок, пытаясь отдышаться и чувствуя, как по щеке стекает несколько слезинок, но быстро стер их рукой. Горло соднило, а внутри как будто образовалась пустота, но она была приятной. Это ощущение легкой отрешенности от мира, когда ты выплеснул эмоции и нуждаешься в капле покоя и уединения. Гук повернул голову и заметил вдалеке фигуры Тихёна. Тот, не торопясь, шел вдоль берега к нему, иногда подходя слишком близко к волнам. Черные джинсы уже намокли, брызги попадали на белую рубашку Хёна, и та теперь липла к телу, делая парня еще привлекательнее. Чангук лег на песок, пропуская через пальцы маленькие песчинки и разглядывая проплывающие мимо облака. Уже закат, и небо окрасилось в красные, фиолетовые и розовые оттенки. Это было настолько красиво, что дух захватывало. Он прикрыл глаза лишь на секунду, чувствуя запах моря и слыша шум бьющихся о камни волн. «Привезти меня сюда было твоим лучшим решением», – тихо прошептал Чангук, открывая глаза и поворачивая голову к только что подошедшему Хёну. Ви присела рядом, складывая ноги в позу лотоса и не сводя глаз с младшего. Накричался. Также тихо спросил парень, закусывая нижнюю губу и чувствуя, что серьезного разговора не избежать. «Сейчас подходящий момент, подходящая атмосфера. Все идеально». «Тебе хоть немного стало легче». «Не думал, что если просто кричать, можно справиться со всем, что гложет». Гук задумчиво продолжал смотреть на небо, подложив руки под голову и, зарываясь ногами, пощикал утку в песок. «Ты привозил меня сюда, когда мы еще были не вместе. В тот день я первый раз прокатился на байке». «Ты просил меня привезти тебя сюда еще раз, и я выполнил твою просьбу». Тихен тихо вздохнул и прикрыл глаза, понимая, как ему самому было необходимо уехать из шумного города и немного побыть наедине со своими мыслями. «И хотя сейчас с ним был Чунгук, то и было комфортно. Для них двоих наедине значит друг с другом, а не в одиночестве. Они зализывают раны друг друга снова и снова. Им нельзя порознь». «Хён, давай приедем сюда еще как-нибудь», – предложил Чунгук, уже заранее зная, что его предложение примут и поддержат. «Хочешь, чтобы это стало нашим местом?» «Оно пропитано хорошими воспоминаниями. Я хочу, чтобы лучшие моменты были связаны с этим пляжем». Чунгук принял сидячее положение, встряхивая головой, чувствуя, как с волос сыпется песок. Он тихо засмеялся, продолжая перебирать пальцами пряди и обсыпая Тихену. Тот терпеливо ждал, когда Гук себя отряхнет, и ничего не говорил. Даже ругать не хотелось. «Весело, правда?» «Очень», – саркастично ответил Ви и принялся обтряхивать свои штаны, которые теперь были засыпаны песком. Минута радости прошла, и Чунгук снова замолчал, укладывая голову на колени Тихена и разглядывая закат. Солнце медленно уходило за горизонт, пуская разноцветные блики, а радужный небосвод отражался в воде, создавая невероятную картину. Юноша смотрел и хотел запомнить каждую мелочь, но ему было мало. «Сколько ни разглядывай, все равно будет желание возвращаться сюда снова и снова. Он бы даже не уходил». Чунгук смотрел на закат, а Тихен – на Чунгука. У каждого свое представление прекрасное. «Здесь очень красиво», – чисто машинально пробормотал Гук, не в силах лицезреть такую картину молча. Ему хотелось поделиться своими эмоциями, но он не знал, что должен сказать, чтобы его понял. Но Тихену и этого было достаточно. Он чувствовал все то же самое. «Хочешь поговорить о том, что случилось?» Первым начал нелегкий разговор Ви, сразу замечая, как Чунгук напрягся, между бровей появилась складка. Его лицо стало более задумчивым, и Тихен тут же пожалел о своем поспешном решении затронуть эту тему. «Тут не о чем говорить. Меня пытался убить собственный отец». Гук сказал это так твердо, что Ким на секунду даже удивился. Он ожидал дрожащего голоса, истерики, слез, но не такой решительности в голосе. Юноша говорил сухо, тихо, но уверен, будто его никак не волновало то, что случилось. «Тихен, я не буду плакать. Я устал быть вечно запуганным мальчиком. И хотя то, что случилось, ужасает своей жестокостью и бесчеловечностью, я чувствую, как это повлияло на меня. Я будто стал на один шаг ближе к взрослению. Взглянул на мир другими глазами, без иллюзий и розовых очков. «Я лишь хочу, чтобы ты был искренним со мной, а не прятался за выстренной тобой же стеной». «Тихо, я не прячусь. Вчера я плакал все время, пока добирался до твоей квартиры. Плакал, когда ты принимал со мной душ. Плакал после этого. Я выплакал в свое горе, я накричался, и мне стало легче. Чего я хочу, так это больше никогда не видеть этого человека». Он громко вздохнул, будто отпуская все сказанное, чувствуя облегчение. «А теперь еще и выговорился. Я отлично чувствую себя сейчас». «Он больше никогда не потревожит тебя». Вещурился из-за попадающих прямо в глаза солнечных лучей и повернулся к Чунгуку, чтобы смотреть прямо на него. На младшем были шорты Тихена, которые пришлись ему в пору, и широкая футболка. Вот как раз в ней подросток утонул, но выглядел таким родным и уютным, что не хотелось отводить от него взгляд. Он правда сейчас казался счастливым и не обремененным какими-то переживаниями. «Даже знать не хочу, что вы с ним сделали». Гук четко дал понять, что темы отца закрыты раз и навсегда. «Нет в его жизни больше этого человека». «Лучше давай поговорим о тебе». Неожиданно предложил Чун, подползая ближе и оказываясь нос к носу с Ви. «И о чем же ты хочешь поговорить?» Тихену такая идея не очень понравилась, но обрубать ее на корню он не собирался. Если прозвучит вопрос, который ему не понравится, он выкрутится или сменит тему разговора. Чун Гук знает достаточно, а углубляться в свое прошлое Ви не хочет и не станет. Там полно дерьма. «Прошлый раз, когда мы сюда приезжали, ты сказал мне, что твои родители погибли, но ты никогда не говорил про опекуна». Услышав тему разговора, Ви напрягся еще сильнее. «Что он должен рассказать Гуку? Красивую выдуманную историю о счастливом детстве или жестокую правду?» «Но зачем ему все это знать?» «Обычный опекун». Не придумав ничего умнее, выдал Те, пожимая плечом и надеясь, что этого будет достаточно. Но, конечно, Чун Гук захочет знать подробности. «И кто из нас двоих закрывается?» Чун надулся и снова отвернул голову к горизонту, наблюдая за последними лучами солнца. «Я почти ничего не знаю о тебе». «Ты правда хочешь это знать?» «Что ж». Ви подсел немного ближе, обнимая Гуку за талию и притягивая к себе. Тот не стал сопротивляться и охотно сам лег, кладя голову на грудь Хиону, и теперь мог слышать стук его сердца. «Мое детство нельзя назвать счастливым». «Хочу, чтобы ты рассказал то, что сам посчитаешь нужным. Просто откройся мне немного». Чун Гук расслабленно гладил Те Хиона по руке, наблюдая, как плещутся волны и на берег выносят маленькие ракушки. «Возможно, Ви и правда стоит больше говорить о своем прошлом. Тогда он не будет так сильно его бояться». «Шин был жесток со мной и, судя по всему, не очень любил детей. Я был не из тех, кто сидит на месте и делает все, что говорят старшие. Обычный сорванец». Те сделал паузу, о чем-то задумавшись, и Гук, запрокинув голову, взглянул на него, чувствуя, что речь идет о чем-то сокровенном. То, о чем говорит Хион, бередит ему душу, и вспоминать это, наверное, трудно. «Любил драться, прогуливал школу, отказывался есть овощи». «Я тоже не люблю овощи», – поддержал младший, и Ви тихо рассмеялся, оставляя невесомые поцелуи на затылке юноши. Он погладил светлые пряди Чунгука, ощущая маленькие песчинки, запутавшиеся в волосах. «Извини, продолжай», – попросил парень, понимая, что не вовремя прервал рассказ. До десяти лет Чунг только ругался на меня. Но один раз мы сильно поссорились, и я убежал из дома. Скитался по улицам около трех дней, а когда вернулся, он меня запер в комнате и пригрозил военной школой. Чем старше я становился, тем сильнее мы ругались. Со временем он начал меня бить, и я понял, что пора уносить ноги. Ушел из дома, когда мне было семнадцать, и он даже не искал меня. В голосе Тихёна слышались нотки грусти, но он не выглядел подавленным. Рассказывал так, будто все это было выдумано историей, а не его прошлым. Но все было правдой. Просто Ави смог отпустить эти воспоминания и давно уже забил на шина и его выходки. «Он тебя бил? В смысле, как?» Чунгук, знающий на собственном опыте, что такое домашнее насилие, должен был понять лучше, чем кто-либо. Но в его голове не укладывалась мысль, что Тихёна тоже избивали в детстве. Подросток был в замешательстве и не мог поверить услышанному. «Ты не похож на человека, который будет терпеть такое, Хён». Но когда мне было лет двенадцать, он ловил фетиш на розге. И тогда я, к сожалению, ничего не мог с этим сделать. Козел оставил мне кучу шрамов на всю жизнь. Тихён беззаботно улыбнулся Чунгуку, чтобы не пугать его своими ужасными рассказами. Но в эту фальшь младший не поверил. Вот когда я стал старше, и он снова начал замахиваться кулаками, я давал отпор. Один раз ему даже нос сломал. Это было осенью. Он меня тогда сам из дома выгнал. Я всю ночь провёл во дворе под сильным дождём. Вид так давно не возвращался к этим воспоминаниям, что теперь ему не верилось, что когда-то с ним правда всё это случилось. Он снова начал смеяться, что было похоже больше на истеричный смех, как защитная реакция организма. Тебе ужасно больно, но ты хохочешь во всё горло и не можешь остановиться. Почему я никогда не видел шрамов? Чунгук упорно пытался вспомнить хоть что-то, отдалённо напоминающее следы от ударов на теле Хёна. Но в голову приходил лишь шов от ножевого ранения в драке с Вонхо. У меня остались рубцы на бёдрах. Тебе закусил нижнюю губу и подумал, что это отличная возможность сменить тему разговора. Ты же меня голым никогда не видел. Гук отрицательно помотал головой, понимая, что и правда никогда не видел Тебе без одежды ниже пояса. Ты мне их покажешь? – необдуманно спросил юноша, но затем уловил смысл своего вопроса и засмущался. Он только что просил Ви перед ним раздеться и даже сам не понял, как это случилось. Конечно покажу, малыш. Ким наклонился и оставил ещё один поцелуй на скуле, прямо возле маленького шрама. Чунгук сморщил нос и глупо завулыбался, чувствуя, как внутри согревает приятное сладкое чувство влюблённости. Смотри, ракушка в форме сердца. Тебе потянулся в сторону и поднял её с песка, отряхивая, давая в руки младшему. Вау, она такая красивая! Гук поднял ракушку вверх и смотрел, как Тебе переливается в лучах заходящего солнца разными оттенками. Я заберу её и сохраню, как маленькое напоминание о нашей поездке. Это хорошая идея, но мы не можем уехать отсюда, не искупавшись. Ви подхватил Чунгука на руки и, не дав ему даже опомниться, направился к воде, уже слыша недовольные визги младшего. Тот брыкался и даже пытался драться, не желая мокнуть. Но спустя несколько секунд уже улетел в воду и с громким всплеском опустился на дно. Тихен стоял на миле и наблюдал, как злой мокрый подросток, вынырнув, громко возмущается из-за попавшей в рот соли. По берегу разносился шум волн и смех двух влюблённых. Солнце почти зашло, а парни продолжали дурачиться и плескаться в тёплой воде, не желая покидать пляж. Этот день станет одним из самых ярких воспоминаний в их истории. Чангук долгих полчаса плескался в душе в попытках вымыть из волос песок и водоросли. Тихен нещадно окунал его в море снова и снова, будто издевался. Но даже несмотря на эту глупую выходку, они чудесно провели вечер, и оба смогли на мгновение почувствовать себя счастливыми. Весь пережитый ужас забыт, осталось только дождаться, когда синяки сойдут. И тогда они навсегда оставят в прошлом то, что случилось. Вновь ограбив шкаф Хёна, Гук нашёл там огромную футболку, которая доставала ему почти до колен. Поэтому шорт решил не надевать, оставаясь лишь в белье. В ванной он уступил Ви, а сам спустился в кухню, чтобы немного перекусить и пополнить запас энергии. В холодильнике еды было мало, поэтому подросток сидел и молча уплетал холодные оладушки. Надо признать, что они получились очень вкусными. Он всё размышлял о разговоре на пляже. Получается, он сам всё это время строил из себя жертву, даже не подумав о том, через что пришлось пройти-то Хёну. Чунгук сожалел, что не узнал об этом раньше, чувствовал необходимость сейчас быть рядом и поддержать. Он не мог знать наверняка, какие эмоции испытывает Хён, но и стоять в стороне не собирался. Мысли о шрамах продолжали заполнять голову подростка. Он отодвинул тарелку и, вытерев губы салфеткой, встал со стула, направляясь в спальню. Кровать всё ещё была расстелена, одеяло скомканно, а в ванной только что выключилась вода. Чунгук медленно прошёл к двери и без стука резко её открыл, заходя внутрь. Тэхён всё ещё мокрый, стоял возле душевой кабинки и завязывал на бёдрах полотенца. Гук облизнул нижнюю губу, наблюдая, как капельки воды стекают по широкой спине парня ниже, к маленьким впадинкам на пояснице, а мышцы красиво перекатываются при каждом движении. Юноше было страшно от собственных мыслей, и ещё страшнее от того, что он собирался сделать. Винни сразу заметил Чунгука, но обернувшись, удивился и на секунду замер. «Что-то случилось?» Он прошёл к раковине и, открыв верхний шкафчик, достал ещё одно полотенце, накидывая его на голову, чтобы просушить волосы. Чунг громко сглотнул, чувствуя, как начинает трусить, и уже был готов, извинившись, выйти обратно в спальню, будто ничего и не было. Он заворожённо разглядывал красивое тело старшего, чувствуя в себе странные и непривычные позывы и тянущие ощущения внизу живота. Чунгук и раньше такое испытывал, но не так сильно, и мог сдерживаться. «Хён...» – тихо пробормотал подросток, делая несколько шагов к парню и вновь останавливаясь. Ви отложил полотенце в сторону, поворачивая голову к Чунгука и щурясь. Он пытался понять причину странного поведения младшего, но пока ни одного логического объяснения на ум не приходило. «Дядка, всё в порядке?» Тихён склонился над раковиной, одной рукой стирая про зеркало, а другой запуская в мокрые волосы и зачёсывая их назад. Чунгук продолжал стоять на месте, изучая глазами то, что раньше было прикрыто одеждой. Почему-то мужество, присущее Тихёну, не вызывало у подростка чувства зависти, а лишь восхищения и возбуждения. Колени предательски начали подгибаться от волнения, и он зацепился взглядом за широкие плечи Хёна, желая сейчас же за них ухватиться, чтобы не упасть. Гук преодолел небольшое расстояние между ними, пока ты терпеливо ждал, что будет дальше. Он догадывался, но не торопился с выводами. «Просто позволь мне хоть что-то самому сделать в наших отношениях». Прости, что тебя прерываю, но сцену пришлось вырезать на ютубе, потому что я боюсь, что он меня может наказать. Полную главу фанфика ты можешь прослушать в моём телеграм-канале вместе с вырезанной сценой. Ссылка будет в описании, там же и будет тайминг, чтобы начать ровно с того момента, где мы остановились. Также напоминаю, что ты можешь поддержать меня на бусте, где главы выходят без вырезанных сцен и быстрее, чем на ютубе. «Ну а если не хочешь уходить, то приятного прослушивания». Гук крепко зажмурился, натягивая на себя одеяло и всё ещё не чувствуя ничего ниже пояса. Он глупо улыбался, пытаясь поймать ту тонкую ниточку, которая связывала его с реальностью, но перед глазами стояла размытая картинка. Тихён лежал рядом и обнимал за пояс, такой же уставший и обессиленный. Он лениво пошевелился и подполз ближе, зажимая мелкого в крепкие объятия и поворачивая к себе лицом. У Чангука глаза блестели от счастья, волосы взмокли, губы распухли от поцелуев и покраснели, на теле яркие отметины после Тихёны и его ненасытности. Кажется, он хотел что-то сказать, но усталость оказалась сильнее. После такой мощной разрядки он нуждался в капле нежности, сжимаясь под боком Ви и удобно укладывая голову у него на плече. Тихо вздохнув, Гок сладко уснул, больше не в силах оставаться в сознании. Тихён укрыл их одеялом, прижимая парня ближе к себе и поглаживая пальцами по спине. На него напала бессонница и спать совсем не хотелось, поэтому он собирался охранять сон младшего, наслаждаясь драгоценными минутами наедине. У него есть целая ночь для этого. Нет, не так. У него для этого целая жизнь. «У тебя должна быть веская причина, чтобы разбудить меня в такой уроне», Недовольно проворчал подросток, отказываясь вылезать из-под тёплого одеяла. Он положил на голову подушку и на очередную попытку Юнги вытащить его наружу, показал Лешва к офигевшему с такой наглости Хёну. «Я тебе этот палец в задницу засуну, если ты прямо сейчас не встанешь». В такой же манере ответил Мин, вновь дёргая край одеяла. Часы показывали всего пять утра, он стоял посреди комнаты мелкого и пытался вытащить его из постели, но пока получалось не очень хорошо. Солнце ещё только начинало вставать, поэтому комната была погружена в полумрак. «Ты мне палец в задницу в любом случае засунешь», съязвил Чимин, всё-таки выглядывая наружу и щурясь от света. Он выглядел совсем помятым и очень злым, из-за того, что Юнги заявился к нему домой в такую рань и ещё тащит куда-то. «Не умничай мне тут. Ещё одно слово и в следующий раз трахну тебя вообще без маски», пригрозил блондин, сдаваясь и присаживаясь на край постели. Он сам был ещё сонный, но тот сюрприз, который он приготовил своему вредному мальчику, был важнее. Чимину точно должно понравиться. «Пиздёж, ты не поступишь так со мной». Подросток закатил глаза и перевернулся на спину, раскладываясь поперёк кровати звёздочкой. На самом деле сейчас, когда сон прошёл, он был очень рад видеть Юнги. Жаль, что родители не разрешали жить у Хёна всё время. Приходилось иногда и дома ночевать, чтобы они не беспокоились. «Юнги, а? М?» Отозвался парень, вставая с кровати и направляясь к окну. Он присел на широкий подоконник и, достав пачку сигарет, прикурил одну, выдыхая дым в открытую форточку. С улицы было слышно лая собак и шум проезжающих мимо машин. Утренняя прохлада пробралась в комнату, вынуждая Чимина укутаться в одеяло плотнее. Но всё равно было так уютно. «А ты меня любишь?» Неожиданно спросил юноша, хотя ответ и так знал. Юнги бывал нежным редко, о чувствах говорил ещё реже, а иногда так хотелось. На этот вопрос Хён лишь нахмурился и сделал ещё одну затяжку, не торопясь давать какой-то ответ. Чимин терпеливо ждал, но когда даже спустя минуту продолжала висеть гробовая тишина, он уже собирался расстроиться. «Любишь, любишь!» На выдохе пробромотал Юнги, выкидывая курок в окно и закрывая его, чтобы Пак мог согреться. Он повернул голову и не сдержал тихого смешка, наблюдая за помятым подростком. Волосы как гнездо, на лице отпечаток подушки, футболка и пижамные штаны перекручены. Чимин откинул теплое одеяло в сторону и тут же поёжился, ощущая прохладу, но всё равно сполз с кровати и на носочках прошёл к подоконнику, по-хозяйски забираясь на колени к парню. Мин тут же обнял его за пояс, чтобы не упал, и подвинул ближе к себе. Их отношения были немного неправильными, странными, сумасшедшими, но они оба ловили с этого кайфа. Ссориться из-за любой ерунды, постоянно дерзить друг другу и этим лишь провоцировать, разжигая ещё больший огонь. Это они делали постоянно. «Так куда ты собрался меня отвезти?» Наконец вспомнил про сюрприз младший, всё ещё надеясь, что выходить из дома не придётся. «Узнаешь, когда мы выйдем на улицу». Хён шлёпнул парня ладонью по заднице и, быстро поцеловав, снял со своих колен, подталкивая к шкафу. Пак надул губы и, не теряя надежды спастись от нежелательной поездки, принялся медленно стягивать с себя пижаму, оставаясь лишь в белье. Он крутился возле полок с одеждой, долго выбирал, специально выпячивая пятую точку. Знал, что Юнги сидит и смотрит. «Эти дешёвые фокусы не сработают», – обломал его Мин, всё равно не спуская взгляды с аппетитной задницы. «Если продолжишь в том же духе, я тебя трахну возле этого шкафа, а затем ты всё равно поедешь со мной». Вновь пригрозил он, замечая, как Чимин тут же перестал выпендриваться и, схватив первые попавшиеся спортивки и футболку, принялся одеваться. Пак продолжал ворчать, пока они тихо выбирались из его комнаты, стараясь не разбудить родителей. Он ворчал, пока обувался и пока пытался закрыть дом, но ключи несколько раз выпали из рук. Юнги в другой день уже не выдержал бы и рявкнул на мелкого, но сегодня он был спокоен и даже улыбался, потому что знал, что когда Чимин увидит сюрприз, то пожалеет, что не хотел ехать. «Это ещё что такое?» Подросток притормозил возле небольшой парковки, располагающейся на его участке. Возле Дукати стоял ещё один байк. Чимин даже присвистнул, разглядывая Кавасаки новейшей модели. Байк выглядел дорого, круто и мощно. Юноша нахмурился и озадаченно посмотрел на Хёна. «Губу не раскатывай, он не твой». Мин достал из кармана ключи от мотоцикла и бросил парня в руки. «Я взял его на работе, чтобы ты покатался». Блондин прошёл к своей Дукати и забрался на неё, тут же заводя мотор. Пак продолжал стоять на месте, всё ещё не веря в реальность происходящего. Он опустил глаза на ключи в его руках, и только тогда улыбка растянулась на его губах. «Но за какие заслуги?» Чимин за долгое время общения с Юнги уже успел уяснить, что ничего не бывает просто так. Даже несмотря на их отношения, Хён наказывал за проступки по всей строгости. Охвалил только, если младший действительно этого заслужил. Только вот сейчас разве он заслужил? «Ну, если не считать того, что ты нахамил мне сегодня утром, в целом в последнее время ты вёл себя хорошо». Мин улыбнулся и кивнул на Кавасаки, стоящую рядом. «Садись уже и поехали. Только не разгоняйся сильно. Твой предел 150, или отберу байк и домой пешком пойдёшь». Чимину два раза повторять не надо. Он тут же забрался на байк, ощущая внутри приятное волнение, граничащее с лёгким страхом. Но если ты садишься на спортивный байк, бояться – это нормально. Не помешало бы ещё помолиться в идеале. Он провёл пальцами по вычищенной приборной панели, восхищённо разглядывая хромированную подсветку, переливающуюся в первых лучах солнца. Ставив ключ в замок зажигания и повернув, подросток ощутил, как байк приятно зарычал, словно зверь, рвущийся на свободу. Юнги первым выехал с парковки и сразу свернул дороги, ведущие из спального района. Чимин направился следом за ним, не решаясь разгоняться слишком быстро. Одно дело, когда за спиной сидит Юн, и совсем другое, когда ты совсем один. Гораздо страшнее. Скорость манит, притягивает и завораживает. Стрелка на спидометре медленно набирала обороты, а пейзаж слился в гамма цвета. Уже было не различить, где что. Лишь дорога и дукати, петляющая рядом. Чимин несся как сумасшедший, ощущая внутри сжигающую его дотла страсть. Он понимал, почему Юнги так рано его поднял. Дороги еще были пустые, потому что все спят. И это, пожалуй, идеальное время, чтобы хорошенько погонять. Когда стрелка спидометра достигла 150, Хён обходил младшего дразня и оставляя его у себя в хвосте. Но Чимин знал, что ему нельзя превышать установленные ограничения, кидая на старшего злой взгляд. Кавасаки была легка в управлении, но на поворотах ее слегка заносило. Юнги все время был рядом и следил за младшим. Это только с виду он был так спокоен. Но внутри него разрастались паника и страх. Дать Чимину самому погонять на байке – все равно, что наступить себе на горло. Мин задушил себе слепое беспокойство и дал подростку шанс. Он не может вечно его оберегать, а рано или поздно тот все равно сядет на мотоцикл. Вопрос лишь в том, когда это случится. Ветер свистел в ушах, два байка на опережение неслись по пустой автомагистрали вдоль высоких скал. Чимин ощущал свободу, вечность, полет. Когда-то при знакомстве Юнги сказал ему – четыре колеса возят тело, два – душу. Нельзя прочувствовать эти слова, ни разу не прокатившись на байке. Среди пустых склонов раздался громкий счастливый крик подростка, пролетевшего мимо на огромной скорости. Будто крылья выросли. Он крепко сжимал роль, не в силах бороться с бушующими эмоциями, бьющими через край. Адреналин выбивал воздух из легких, пуская по телу приятную волнующую дрожь. Чимин повернул голову, сталкиваясь взглядом с Хионом. Тот смотрел влюбленно, так как не смотрел на него, наверное, еще никогда. Больше тысячи слов. Уставшие после долгой поездки парни съехали к небольшому обрыву и там остановились. Чимин вскочил с мотоцикла, тут же ощущая дрожь в ногах, чуть ли не падая. Его трясло и сидеть на месте никак не выходило. Юнги тихо улыбался, наблюдая за подростком со стороны. Ну что, понравилось? Хотя ответ был и так очевиден. Конечно, ему понравилось. Пак вот-вот готов был взорваться и без остановки говорить обо всем, что ему пришлось пережить за этот час. Даже в самых смелых фантазиях он не думал, что поездка действительно окажется настолько обжигающе прекрасной. Его мысли все еще были спутаны, а сознание оставалось на автомагистрале. Ветром все мозги выдуло, похоже. Вместо ответа на поставленный вопрос Чимин быстро подошел к Юнги, хватая того за шкирку и впивая страстным поцелуем. Ему не пришло в голову идеи лучше, как еще можно выпустить пар. Поэтому он жадно вгрызался в губы Хёна, позволяя ему ласкать свой язык и сжимать бока до боли и темных кругов перед глазами. Мин развернул его и усадил на дукате, вставая между разведенных ног и перенимая инициативу. Ему нравился такой Чимин. Горячий, смелый, раскрепощенный. Юнги готов пойти на что угодно, лишь бы этот огонек внутри подростка разгорался и никогда не потухал. Потому что иначе юноша не сможет. Он рожден, чтобы полыхать ярким пламенем. Амин будет как бабочка лететь на его свет, потому что Юнги замерзает без тепла, исходящего от Чимин. Он крепко сжимал в своих ладонях тепло младшего, продолжая бессовестно выцеловывать его губы, не давая им возможности сделать хоть малейший глоток воздуха. «Никогда не спрашивай меня, люблю ли я тебя». Сквозь бившееся дыхание пробормотал блондин. «Потому что слова «люблю» мало, чтобы описать, что ты значишь для меня». Он смотрел в широко распахнутые от удивления глаза напротив себя. И видел в них вселенную.